Силу, с которой тело вследствие его притяжения к земле действует на опору или подвес, называют весом тела и обозначают латинской буквой P. Рассмотрим движение человека в лифте. Пусть лифт имеет ускорение, направленное вниз. В инерциальной системе отсчета, связанной с землей, на человека действуют сила тяжести, направленная вниз, и сила упругости со стороны пола лифта, направленная вверх. Силу упругости в этом случае называют силой реакции опоры и обозначают латинской буквой N. Равнодействующее этих сил сообщает человеку ускорение. Второй закон Ньютона можно записать в векторной форме. Направим ось Y вертикально вниз и запишем это уравнение в проекциях на эту ось, учитывая, что проекции ускорения и силы тяжести на ось Y положительны, а проекция силы реакции опоры отрицательна. По третьему закону Ньютона вес тела по модулю равен силе реакции опоры. Таким образом, если тело вместе с опорой или подвесом движется вниз с ускорением, которое направлено так же, как и ускорение свободного падения, то его вес меньше силы тяжести, то есть меньше веса покоящегося тела. Если ускорение тела равно ускорению свободного падения, то вес тела равен нулю. Такое состояние называется состоянием невесомости.